С миром принимаем. С миром. Камерку. Кто там не собирается? Что у нас тут? Подожди. Принять. Ты можешь стол? Не надо стол, вот так. Смом, отключайте. Так, как он. Мир всем. С миром. С миром. С миром. С миром. С миром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, молим Тебя, благослови наше занятие по слову Твоему. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровения Святого Иоанна Богослова, 19 глава, 15 стих. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Сидержителя. Толкование. Исходящий из уст Христовых острый меч есть его слово, которым он будет судить народы. А суд над грешниками обратится в страшное поражение их. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерению сердечных. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Слание к евреям, 4 глава, 12-13 стих. Так Слово, исходящее из уст Христовых, будет как меч судить и поражать в последний день. Он пасет их народы жезлом железным. 2 глава, 27 стих, 12 глава, 5 стих. Христос всецело подчинит нечестивые народы своей власти, своему решению и подвергнет их своему суду. Он будет их пасти жезлом железным, вечных, нескончаемых мучений, которых не испытают праведные. Он топчет, точила вина, ярость и гнева Бога Вседержителя. Это образная картина суда Божия уже от этого сна. В 14 главе, 10 стихе, 19 главе, 20 стихе. Так в трех образах, острого меча, железного жезла, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя, показан суд, который совершит садник на белом коне над народами. Вопросы? Вокровение, 19-16. На одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих. Толкование. Как у всемогущего судьи вселенной, на одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующий. Цари и господа земные часто мнят себя стоящими превыше всего. Особенно это будет при Антихристе. Они гордо превозносятся над всеми и всем, и уповают на свою власть и силу. Придет царь этих царей и господь этих господств. И сразит их за гордыню и нечестие. С другой стороны, Христос есть царь в своем духовном царстве, в церкви, которую он основал. Тогда можно разуметь, что он царь царей, царствующих над страстями. Царь христиан, которых он соделал царями, и Господь, господствующих над грехами. Он царь и Господь, имеющихся во царице и господствовать с ним в будущем веке. Вопросы? Привет. Продолжаем. Откровение. Сережа. Да. Надо, чтобы отключили видео все, а то начинает подвисать уже. Так, Александр, пожалуйста, видео отключите. Рома отключил. Игнать Тихонович, тоже видео отключите. Наверное, у тебя подвисает, у одного. Нет, не, нельзя. Так, откровение 19 глава 17-18 стихи. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. Летите и собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных рабов и малых и великих. Толкование. Этим событием будет предваряемо окончательное погубление грешников. Это видение Иоанна можно разуметь так. А ангел, стоящий на солнце, окружен ослепительным светом и не может быть видим людьми. Он также ослепителен, как солнце, на которое невозможно смотреть. Люди не смогут воззреть даже навестника страшного суда, коль страшен будет сам судья. Этот ангел один из высших, так как повелевает прочим ангелам, изображенным под видом птиц, в причине быстроты и высоты их полета. Птицам, летающим посредине неба, 8 глава, 13 стих, 14, 6. Птицам, ангелам, своим ходатайством суждено послужить для людей ступенью восхождения с земли на небо. В воздушных местах обители нечистые силы, в воздушных местах обитали нечистые силы. Теперь же ангелы очищают эти небесные места от вражьей силы, готовя путь к Христу на землю, а людям на небо для встречи с Христом. Воскликнув громким голосом, повелевает верховный ангел другим. Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию. Некогда Иисус Христос говорил, Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Так и здесь Великую Вечерю названо окончательно и последнее исполнение Христов воли Отца. Отец весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. И вот Сын выполняет это дело, последнее в мировой истории. Это Великая Вечеря Божия, на которой каждый пущит, что заслужил. Либо жизнь вечную и небесные блага, либо наказание и мучение. На эту вечерю призываются ангелы с середины неба, всегда взиравшие на землю и все беззакония, творившиеся на ней, чтобы пожрать трупы нечестивых. Как хищные птицы коршуны слетаются на падаль и пожирают трупы, так ангелы с неба должны будут уничтожить и убрать все плохое, все, что останется на земле после великого поражения, которое потерпят восставшие на Бога народы. Это поражение будет описано в следующих стихах, 19 по 22. А пока перечисляются все классы людей, которые будут царствовать при антиквисте. Трупы сильных мира сего, трупы тысячи начальников, войсков и гражданских управителей, трупы коней людей женоннеистовых и находящихся во власти лукавства. А также этим означено все употребляемое людьми в борьбе с Богом. И сидящих на них на конях это преимущественные во зле и грехах. Свободные и рабы, и малые и великие. Или буквально будут такие деления в обществе, такие деления в разных формах были всегда, есть и будут. И из всех классов, предавшихся греху, погибнут свободные и великие. Это согрешившие много и по своему произволению и желанию, и рабы, и малые, это согрешившие менее и по неразумию, или возрасту, или нужде. Все это видение ангела на солнце, созывающего небесных птиц, можно разуметь и несколько иначе. Небесный ангел, стоящий на солнце, созывает громким голосом хищных птиц, летающих посредине неба в самом зените, чтобы участвовать в Великой Вечере, Представляющий собой страшную противоположность в Вечере Агнца. Их 9, как и написано. И будут трупы народа сего, пищую птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. Трудно себе точно представить, каким именно образом пройдет последнее восстание на Бога. Но оно произойдет. И вот результат. Ангельский призыв хищных птиц питаться трупами врагов Божьих. Есть указания на ужасы и страдания грешников, которые они претерпят при втором пришествии к Христову. И при окончательном перевороте во всем мире. Как при звуке последней трубы мертвые воскреснут, а живые праведники в мгновение ока изменятся и облекутся в тела нецленные. 1 Коринфянам 15 глава, 1-52 стих. И Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, 1 Коринфянам 15 глава, 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 1 Может, они и при этом испытают все муки и ужасы всевозможных родов смерти на все эти последние земные муки грешников и указывают пожирание их трупов небесными птицами. Вопросы? Книга Откровения, 19 глава, 19 стих. «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сродиться с сидящим на коне и с воинством его». Толкование. «Это развязка, последняя битва сатаны со Христом и мы со Светом. Как две рати, сошедшиеся на поле брани, стоят напротив. И противники хорошо видят друг друга, ибо их разделяет только поле, на котором вот-вот начнется жаркая кровавая сеча. Так видит святой Иоанн два воинства, готовые к сражению. Одно – зверя Антихриста и царей земных, другое – сидящего на коне, то есть Христа Вседержителя. Трудно себе представить, как именно воздвигнет Антихристу эту брань на Христа. С одной стороны, здесь можно разуметь то сражение, на которое Антихрист соберет царей земных всей Вселенной в долине Армагеддон, в он и великий день Бога Вседержителя. 16 глава, 14-16 стих. «В этой долине соберутся все цари и воинства земные, и Антихристом будет брошен безумный вызов самому Богу и воинству Его». Также здесь можно разуметь вообще все нечестие, богохульство и богоборчество, которое утвердит Антихрист в своем царстве. «Земля вооружается против неба, тварь поднимает руку на Творца, безумство восставшего на Бога человечество достигло вершин и предела твоего». «О собрании нечестивых сказано во множественном числе воинства по причине многообразия греха и его служителей. Ратники Христа названы в единственном числе воинством Его, по единству их воли и цельность. Все множество ангельских сил и равноангельских людей представляют собой единое воинство Христово». «В начале времен, еще до сотворения человека, Сатана произвел на небе войну», 12 глава, 7 стих. «Тогда ангел Михаил со своими ангелами низверг его с неба на землю. Это было первое сражение дьявола с Богом». «Теперь последняя битва после бесчисленных, воздвигавшихся им во все времена борьбы света и тьмы. В первый раз на восставших ангелов Господь послал ангелов святых. Они низвергли нечистую силу, но не уничтожили. Тварь сражалась с тварью. «Последний раз Господь Сам, божественный всадник, небесным воинством на белых конях, является на битву, чтобы навсегда и окончательно уничтожить всех своих врагов». По прочтении 19 стиха читатель, естественно, ожидает описания сражения белого воинства, небесного всадника с воинствами зверя и царей земных. «Но такого описания нет. Сражение не последовало. Творец не сражается с тварью, восставши на него. Он просто уничтожает ее». Итак, 20 стих описывает уничтожение предводителей Антихриста и Лжепророка. А 21 стих – уничтожение всех воинств. Вопросы? Ну вот у меня вопрос. Здесь говорится о твари, восставшей на Бога. И вот Бог эту тварь уничтожает. Я в последнее время изучаю вопрос о тварях, о них бродячих собаках, которые восстали на человека и уничтожают очень много смертей. И очень много вот этих зоосект, которые их защищают. Причем они не защищают там ни тигров там амурских, ну хотя есть и такие, ни коров, ни свиней, ни овечек. Только бездомные бродячих собак. Ну и другое движение, которое открылось, это движение док-хантеров, которые травят этих собак. И у них лютая война. Сжигают друг другу машины там. Прямо натуральная война с убийством. Ужас, что творится. И с одной стороны, как человек должен себя вести. Тварь восстала на человека, а она его покусала ребенка. Отец выходит, берет эту собаку в зарезах. Его осудили. Присудил 300 часов ему работать. Что это за власть такая? Вот эту статью придумали. Жестокое обращение с животными. И травят, и травят. Те, кто отстреливает собак, их просто преследуют. И травят, уничтожают. Я вот сейчас ролик как раз смотрел с одним каратистом. Тоже его там травят, травят. Неизвестно, за что там его травили. Травля идет ужасная. На меня уже тут давать. Вечай. Я что, я? Я же не буду им говорить, что это. Ловил собак, перестал. Я ловлю, они выпускают. И деньги там, миллионы денег, пока у этих собак спасают. Приюты им строят. Кормят, кормят. Для чего? Для того ли, чтобы они эти трупы, этих же пожарались. Там же кормил этот один дворник. И стая растерзала его, видно, ролик камеры. И батюшке вопрос задают на канале. Читал. Как вот, можно ли убивать бродячек в собак? Ну, он как-то батюшка наш, православный, как-то так, вроде как, ни нашим, ни вашим, конкретно не ответил. А сектантский, смотрю, тот конкретно, место вписания, раз, если вол забодает, другого вола, и тот знал, что он был бодлив, побить камнями и вола, и хозяина еще. Вдобавок, все им надо отвечать. По Виблии. И вот меня заинтересовало вот это общество докхантеров. Кто эти люди? Каким духом они движимы? Ну, те говорят, что они убийцы, живодеры, там, вот. А мне кажется, что это люди, искренне заботящиеся о жизни своих близких, о матерях, о детях. А куда деваться? Пройти невозможно. Когда-то они были добрые собаки, потом вбиваются в стаи, наглубляют, уничтожают людей. И кто эти люди, которые этих собак защищают? Такой вопрос у меня. Игнать Тихонич, пожалуйста. Да после твоего это выступления тут и добавлять нечего. Мне эта тема очень близкая. У нас нужны были люди, которые бы расправились с бродящим это. Пришли мне, сказали, а я с детства с ружьем родился. Я только на крышу вылез, вышел, а нет, тут и есть сразу же улица чистая. Другой раз пришли в колхозе и говорят, вот у нас там был курятник большой, колхозный, и яскриба. Курица уже прямо цыплята большие, как курица. Они поглетают, хватают и несут, и ничего не могут сделать. А тогда при садике колхоза, сейчас не помню, кажется, он меня вызвал, ты мог быть? Да какой разговор-то? Я ружье, патроны в карман, еще не доехал до этого, я уже одного ястреба сшиб. Я ему полдня у них почистил, и все. Курицы свободные, так и здесь. Догхантеры выдвинули такую идею, что меньшее наши братья. Это Сент-Экзепери пустил эту фразу-то. Они не понимают, какие они братья, с чего братья-то? А это люди, которые людей не любят. Как правило, бездетные. Я вот рассматривал это дело, они начинают собачку целовать, каждую собачку хватает там и с котятами, та же самая. Бродящая, она никому не нужна, она ничего не охраняет. У собаки главная задача охрана. Охрана, поиск. Вот сегодня она там наркотики, взрывчатые вещества, мины выискивали. Вот в этом направлении надо только смотреть, а не то, что она хорошая, кудрявая и прочее. Кошка только та хорошая, которая мышей ловит. А другая, хоть она самая красавица, зачем ее держать? В интернете он поставлен, в комнате бегает кошка, а ее крышца гоняет. Ну, знаете, крыса такая, прирученная. А то вместе с голубем там, ну, это интересно смотреть-то, ну, она для этого не предназначена. Охранять некого. И они делаются опаснее волков. Волк боится, когда в оклад берешь флажками, а они там с волками вместе-то бывают и рождают от них своих этих полукровок, полуволк, полусобака. Они вообще не боятся ни людей, никого, и никакие флажки их не задержат. Выход только один отравить. Но это опасно. Если собака дохлая, сдохла, ее поклевала сова там или кто там, ястреб какой, сдохла и она. песец поел, и он сдохнет от этой уже. Так что это опасно. Нужно их сразу подбирать. В городе тут легко увидели, собака лежит. А она мучается. Все мучаются? Мне священник один и говорит, вот, котята-то рождаются, а вы чего делаете? Я говорю, прикапываю. А как прикапываю? Очень просто. Она родилась, он биомасса, там не изображает и ничего еще нет. Лопату взял, копнул, положил, пластом надавил, все, ничего нет. Ой, это нельзя. Я говорю, а вы как? Ну, у меня они живут там на даче, а потом, ну, а потом я выезжаю, а кошки, а кошки остаются. Они идут к соседу, сосед пинает их, и они от истощения все погибают. Так они какую муку принимают-то? А монашка. А монашка одна говорит, а вот я делаю так, у меня водичка тепленькая, я котяток в тепленькой водичке, чтобы им приятно было. Ну, хоть котикам угодно. Колят всякую скотину. И собак точно так же душат, и из них унты летчикам, самое теплое. Если, то шуба не шьется из нее, а даха называется, даха. Это люди сегодня придумали, бездельники. Бродячая подлежит уничтожению, она ничья. А зачем он за ничью заступается-то? Тут легко рассудить. Если он заступается, значит, собаку эту поймать можно, закон должен быть. Его привязать к батарее, чтобы он за ней там ухаживал, никуда не выводил. Все кончилось бы. Задавить штрафами их. Вот такое отношение будет правильное. Все. Спаси Христос. Так у меня вопрос, а как это относится к тому, что мы прочитали-то? Как относится? Ну, если Господь восставшую на Него тварь уничтожает, то человек, на которого восстает тварь, созданный по образу и подобию Божию, он тоже имеет право на убийство животного. Эту власть дал. А люди считают, что убийство животного это грех. Вот есть такие еще беды. Все живое должно умереть в своей жизни. Ну, и без разницы, что она там, как она тихо, если быть, мучится, там, она будет пинать, там, с голоду подыхать, с морозу. Вот, главное, кто ты такой, который отнимаешь жизнь? Кто тебе дал право? Как вот им ответить? Я говорю, Бог мне дал такое право. Я по образу Божию сотворенный. У меня такое право есть. И начинается тогда все, роги полувазили, да какой-то верующий, да какой-то, да мы тебя найдем, да мы твою семью зарежем, это пошло и пошло. Мы квартиру спали, машину подожгем, вот, из-за собаки, вот, и, а Игнатья Тихонович, он как чувствует, прекрати, это дело, ты нам живой нужен. Знаешь, так же, как вот, и, там, сатанелые совершенно, знаешь, все от того, что не захотели иметь Бога в разуме, предал их, Бог различным мерзостям, пакостям, противоестественным, употреблением, их зоофилами называют, собачек кормят, потом зоофилия, начинают с ними целоваться, потом дальше совокупляться, потом на площади выходят голые, демонстрируют, что вот, лисиц убивать нельзя, мы будем лучше голые ходить, но, но главное, чтобы шуба была у тебя искусственная, не из кожи, не это самое. Отказываются употреблять в пищу то, что Бог сотворил, это описание тоже, такую ересь разносит. В коем случае, в Индии, священное животное, животное, это творение Божие, которое одна тварь на другую, то есть, это естественно, так Бог сотворил, все будет вам в пищу, потом он, одних животных. А здесь написано, птицы небесные, то есть, это творение, будут клевать трупы, трупы кого? Ну, нечестивых. То есть, когда-то эти нечестивые их защищали, а теперь, эти животные будут их трупы пожрать. всем показано, что смерть, они неизбежны, и надо думать, то не... В душе своей, в первую очередь, спасать надо собачку, там, в последнем месте, а у них собака Ида. Вот как к этому стиху относятся. Сережа, извини меня, пожалуйста, я тут хочу тебе прочитать, тут написано, летающие птицы ангелы. Это ангелы, ну, это просто пришло время, и теперь ангелы пожинают все, или рыбу собирают, сосуды там, как написано. То есть, ну, не обязательно это какие-то птицы что-то там будут клевать. Но есть, конечно, места, где говорят, и псы твои будут лизать кровь врагов. И было это с Иезавелью, мы вспоминаем, такое было. Только я думаю, как-то ты издалека зашел все это так, как-то. Да, понимаешь, на земле живет миллиарды людей, а животных гораздо меньше, чем людей. Платаянных. У нас, допустим, в Барнауле, не у каждого собака, понятно. Кто-то две-три держит, но в основном не держит собак. Где им потом взяться, чтобы людей что-то пожрать? Я буквально это понимаю. Уписано, пожрать будут трупы. И толкование, говорит, и звери будут пожрать трупы. Сережа, ты меня извини, конечно, но все это будет продолжаться один день. Написано в день он и все это будет быстро закончено. Ведь это Господь послал этих птиц-ангелов и остальных кого ты говоришь. И все, и закончилось, и готово, и все пошли в ад нечестивые. Так что, давайте получим сохранить. Тем более, за один день сожрать сколько трупов, сколько зверя нужно. Так ты что, прямую понимаешь, что будут сожрать. Это написано, греховные люди все нечестивые будут пожраны. То есть, перенесены так же, как и праведники воскреснут, так и нечестивые явятся где? Ну, в тех, на суде Божьем, в тех местах, куда Господь призовет. Праведники будут как обличители, а эти будут судимы, нечестивые. Вот и пожрались их тела. А то, что там некогда будет сжать, земля-то изменится сразу. Написано, земля изменится, сгорит все дела на ней, а небо свернется, как свиток. Может, не будем там загадывать, кто будет пожрать тела? Ну, что, понял я твою мысль, что, может, и не будет пожрать никто. Ну, просто некогда, может, кто-то кого-то и пожрет, но главная эта мысль в том, что все во мгновение ока обратится, вон и день Господь всех. Тут говорится о том, что некоторые думают, что можно воевать с Богом, а нам здесь толкователи несколько, говорят, да нельзя с Богом воевать, как тварь может воевать с Творцом. Господь пошлет вот этих птиц, птиц-ангелов написано, ну, в толковании дальше, и все, и они соберут всех, пожрут всех нечестивых, и все, то есть, это значит, очень быстро будет, мгновенно, ангелы же быстро перемещаются, он как сатана пришел перед Ивово, спрашивает перед Господом, и Господь спрашивает, ну, что, вот обошел ты все, и видел Ивова, праведника, то да, видел, то есть, он всех людей уже обошел, там за сколько там пролетел, за секунды несколько, всех уже увидал, кто с чем занимается, и даже праведного увидел, и дальше идет разговор, такие ангелы, Господь сказал, все, давайте, выбирайте, а там знаки будут, мы уже знаем, те, кто были под Антихристом, они свои знаки будут иметь, а праведники свои знаки, как мы у Исаии смотрим, когда знаки ставили, ставил ангел, ходил, верно Господним, продолжим, тогда, да, так, 19-й мы прочли, да, или нет, скажите, 19-й, 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 20-й стих, да, тут про сражение как раз говорит, 20-й стих, и схвачен был зверь, и с ним лже-пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших в начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, толкование, неудостоен был антихрист сражения со Христом, но схвачен был зверь, и с ним лже-пророк. Сережа, извини, Сереж, 19-й стих-то не прочитали, 19-19, мы остановились-то на птицах, этих самых, читали, читали 19-й, мы на птицах остановились-то. Две рати читали, две брани читали, в долине Армагеддон, они друг на друга собрались, все. Ага, извини, я ошибся, прости. А люди думают, хорошо, что я молчал, что не надо говорить, не надо говорить. Велики они, то есть, вот эти цари были, лже-пророк и зверь через свои обольщения чудеса пред людьми казались непобедимыми и несравнимыми. Но сколь жалок иничтоженных вид, когда они маленькие, бессильные и злые, схвачены небесным садником и не способны оказать никакого сопротивления. оба живые брошены в озеро огненное, горящие серые. Вот и весь бесславный и позорный конец мнившего себя богом и пророка его. Всегда помня это, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиенне. Матфея 10-28. Подобными словами описывает священное писание гибель антихриста. Так Исайя говорит, что Господь жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого. Рок Исайя 11-й глава 4-й стих. Апостол Павел непосредственно пишет об антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2-й Песланкин 2-й антихрист окончит свой земной путь пришествием Христовым. Так мы опять видим, что сектанты учащие о восхищении церкви перед великой скорбью и тысячелетнем царстве после нее вынуждены прийти к нелепой мысли о троекратном пришествии Христа в мир в кончину века. 1-е перед великой скорбью, 2-е после великой скорби, и 3-е после тысячелетнего царства на страшный суд. Итак, когда Христос явится судить в мир, то первыми будут наказаны антихрист и лжепророк. Причем их богомерзкое существо и нечестие будут столь очевидны, что они будут наказаны без суда. Сказано и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9-27 Но для антихриста и лжепророка будет исключение из этого правила. Они не увидят первой телесной смерти и не будут судимы, но будучи схвачены небесным всадником Христом, сразу без телесной смерти живые будут брошены в озеро огненное или гиену, которая есть смерть вторая. Как Господь устами своими вдохнул дыхание жизни первого человека и тот стал душой живой Хрифия 27 так он духом уст своих убьет этого последнего бога противника, причем убьет сразу смертью второй без смерти первой. Это гиенна, смерть вторая есть огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Отфея 25 41 Но столь усердствовали люди о грехах, что в лице антихриста и лжепророка попали туда ранее самого дьявола и бесов, которым это место предназначалось. Антихрист и лжепророк первые обитатели гиены, таков ужасный конец зверя и его пророка, обольстивших людей проповедью о прекраснейшем и совершеннейшем обществе, которое они обещали построить. Какова же участь несчастных обольщенных людей? Вопросы? есть такое мнение, что человек же не виноват, его обольстили, охмурили, околдовали, а что же он теперь будет мучиться? Это вот сатана и лжепророк, они постарались их и мучить, а этот, что с него взять, как говорит? как на такое мнение ответить человеку, что он не прав? Какое местописание провести? кто желает? Игнать Тихонич, вам слово. Люди-то приходят с вопросами к Богу или даже подходить к Богу, а священник мыслит, что к Нему. Вот я гляжу на них, когда они выступают, отвечают, столько говорит, отошел и ничего нету, как Горбачев. Журналист говорит, три часа, говорит, с ним был, пришел, что записать, ничего не знаю, что записать. А вот теперь мы говорили сейчас, говорим о благословении. Я уже неоднократно говорил, некоторые не понимают этого. Благословение Божие означает простым языком хорошо, хорошо во всем, в семье, в работе, в жизни и в кончине, и в будущем. А вот теперь надо посмотреть, за что Бог благословляет. Первое, вот как рамки, первое, никогда не поноси народ Божий евреев, никогда не проклинай. Все ты знаешь, и царя убили, и вся пресса в руках, и судебные органы, все революции, все на евреях. Ты мимо это как будто пропускаешь. Скажи, благословляю всеми Авраамов, чтобы они познали Иисуса Христа. эти дела, это дела дьявола. А их не проклинай. Первое, последнее, плати десятину пророка Малахии. Вот между ними теперь, что долголетие, чтишь отца и мать. Точно так и здесь. Вот мы считаем, живьем, в ад, живьем сошли люди, которые решили отстать от народа Божия. То есть это сектанты, еретики. Число 16 глава. Руководители их Дафан, Аверон и Корей. И с ними там еще 250 мужей именитых. Пал с неба огонь. Этих пожрал и похоронили головешки. А эти живьем сошли в ад. Моисей крикнул, чтобы отошли. Они с шатрами, с женами, с детьми. Все. Больше такого не было. И вдруг последний столб. Антихрист. И предтечи живьем, минуя плоскую смерть, в ад идут. Вот теперь смотрите. Так что еретики, сектанты, которые это фактически антихристы, они все. Христово тело церковь. Они восстали против. А хорошие, да хорошие люди, хороших в аду очень много. И ты однажды рассудить, так и поэтому их сектантам даже голову не поворачивает. Они вне церкви. Сегодня сатана всячески лютует на патриарха, его поносит, говорят, хвост и в гриву. Может, где-то что-то и знают люди, но тебе не дано это, не злословие начальствующее. Ты скажи так-то, так-то и докажи по слову Божию. А ничего этого нету. сквернавцы. По любому вопросу. А почему добирают меру свою. Хулят всех священников. Он не учит, да он не прав, он погибнет. Но через него Бог действует как нужно. Так в израильском народе. Бог стурово обличал священников, но жертву приносило, шли в храм, и сам Господь пришел и был обрезан восьмой день. И в сороковой день посвящения какое было. Вот все это надо помнить. А это все прообразовало новозаветнее. Простое дело. Значит, там за то, что отделиться от Моисея пожелали, это сектанты от церкви. Это народ Божий, это церковь, собрание, экклесия. И здесь тот, кто восстал против Христа, он воздвинет гонение на верных и одержит победу. Верно, это церковь. То есть вот церковь не трогай. Если ты будешь трогать, это означает, что ты будешь проклят, тебя анапима, и ты пойдешь в ад. Однажды усвой это и держись руками крепко за Резу Христову. Не трожь церковь. Не задевай никак. Как? Ты неправильно поступаешь? Ты скажи, покажи. А не так, я брошу, я пойду там к еговистам, я пойду там к субботникам. Ты никуда не уйдешь. Ты будешь брошен в огонь вечный. Там написано живьем и там живьем. Вот это два полюса. А между ними все, что касается этих дверей. Тут очень просто. Даже я не толкую ничего, а напоминаю. А как поступать? Все сказано. Ты услышал и скажи, Господи, закрепи во мне это. Кто-то что-то не угодил, все. А я никому не пойду. Я свое организую. Там начинают. Евангелие сокращает где-то. Антихрист. И уже лепится к нему. Вот ко мне сколько заходят, они мне церкви. Я христианин, я уже знаю, это элитик. Христианин православный добавляю всегда, православный. Православную веру защищали на соборах, а вашу ересь никто не защищал. Называется Святая Православная Церковь. Вы никогда не услышите Святая Баптистская Церковь. А ни слова святое нету. Нету. Маленько так повнимательнее надо жить-то. Вот ответ. Все. Я спрашивал, как не уловил ответ. Вопрос был задан, что понятно, что да, они в церкви, что люди обольщенные, это вот сектанты обольщенные, получается. Да я про это и говорю, Сергей Павлович, я про это и говорю. Ну что обольщенные? Ну Ева была обольщенная. Не забывайте цифру. Умерло 100 миллиардов людей уже сегодня под счет идет. 100 миллиардов. Она была обольщенная, эта змея меня обольстил. Помогло ей? Нет. А зачем ты обольщался? Весь мир наполнен красотою. Возьми, допустим, анималисты, зверя изучают, там разные, каких только нету, и орнитологи каждое перышко рассматривает, как все прекрасно, как чудно. Люди могут убить, могут сделать какой-то там квадрокоптер летает, но они не могут одного комара создать. Не могут, чтобы он о себе заботился, находил пищу и боялся, чтобы его не прихлопнули. Он сложнее любого летательного аппарата. Обыкновенная мошка, маленькая, и в ней все есть. И расплаждаться как и сохранять себя. Если ты это узнал, тебе ничего не надо говорить, зачем же обольщать это? Я Богу поклоняюсь, обольщение невозможно, это не оправдание. А что я неграмотный? А Ева была неграмотной, ни одного класса не кончала. А змей подполз, разговорилась. Женщина должна учиться молчать. Учить не позволяю, Павел говорит, не властвовать над мужем. Она над всем везде властвует. Мужики-то подкаблучники несчастные. Бабы все руководить-то, и поэтому такое запустение в семьях-то. О собаках заботятся. 18 тысяч абортов каждый день делается. Сегодня больше. Может быть, 20. 120 миллионов за перестройку убили. А за собак заботятся. Это реабилитация самих себя. Мы такие добрые. Никогда не верьте. Это, говорят люди, на которых кровь человеческая. А я собаку накормлю. Накорми нуждающегося. Про собак нам ничего не сказано. Она хорошо накормить. Конечно, хорошо. Хорошо. Но ты избери то, что лучше. И птичку накормить хорошо, чтобы она выдержала. Но ты помни, родные, а кто не заботится, отрехся от веры, хуже неверного. Помогать всем, говорят, а наипаще тем, которые в вере. Один раз услышал, все. Первое направление семья. Дальше община, верующая где. А далее уже смотри, собачка и кошка. А тут наоборот все перевернуто. Как говорить? Как к извергам и зуверам. Не бояться этих слов. А вот начинают спрашивать Герман, Стерлига, по-вот он так. И вот священники виляют, как говорится, задом-то. Почему не ответить правом? Разрушитель. Одно слово. Он не признает православную церковь. Вообще вся патриархия и ересь. До одного. Старобрядцы все еретики. Он знает о разрушителе, но никого не знает. Он не молится. Он в храме не бывает, он не причащается. А обманщик и рот развинут, слушают его, едут. Да под элом такие учителя ваши. Спрашивают Смирнова Дмитрию. Ну могу прямо ответить. Нет, ну он оригинальный человек. Да он тебя в упор не видит. Митя, что ты делаешь-то? А люди присо... Отец Дмитрий сказал. Что он сказал? Ну? Ты до конца рассмотри один раз и скажи, да, четко и ясно. Собаки бородящие должны быть уничтожены. Не слушать тех, которые не в церкви. Они Бога не знают. Он толкование все отвергает, каноны не признает. Это исчисление не то у него. Только указанная книга Ивана Грозного, он нашел ее. Дуль это все. Не бойтесь сказать строго, Грозно со властью. Он разрушитель. Все понятно, никто не поедет. Нет, он оригинальный. Самый оригинальный сатана. Он меняет образ, каждому подлаживается. Чего вы боитесь-то? Еретика какого-то боятся. Да ты встань да и скажи ему, что его ждет. Пророк, когда боялся, Господь говорит, не малодушиствуй, чтобы я не поразил тебя. Книга пророка Иеремии, первая глава. А он, я молод, да я не знаю, да иди и говори. Остальное я беру на себя. А последствия нам не заповедано думать. А вот я теперь собаку уничтожал, а меня подожгут, машинут, говоришь, если думаешь так, сиди дома. Я еще раз повторяю, слова Наполеона Бонапарта, главное для нас ввязаться в драку, а там видно будет. И ты даже не знаешь, сколько людей на твою сторону станут. Это трусливые люди, они не знают закона, предпочтения дают животным. Почему? Птицы слетаются к подобным себе. Эти животные, дикие, бродящие, ближе им, чем люди, ближе. Они заступаются, с ними поступать соответственно надо. Отошел. Сейчас прошел, вопрос, пожалуйста, задавайте. я там в чате вопрос озвучил. Посмотрите. Читай сам, Евгений. Евгений, сам прочитай, а то я может на интонации не такую не... Одну секундочку, сейчас я... У меня есть телефона, поэтому я посмотрю. Я написал так. Игнатий Тихонович, вы говорите, что православным не достает две вещи. Первое, рождение свыше, второе... И водительство Духом Святым. Жизнь в Духе Святом. Стижание Духа Святого, о чем Серафим Саворский говорил. Да, я дальше я закончил вопрос-то у меня в чем. Вторая вещь, водительство Духом Святым. Далее я пишу. Вопрос по второму пункту. Как научиться быть Вадимом Духом Святым? Вопрос. Как слышать голос Божий в молитве? Вопрос. Расскажите из личного опыта, как вы учились быть Вадимом Духом Святым и слышать внутренний голос Божий на молитве. Вопрос закончен. Если, Евгений, меня видишь, посмотри, что у меня в руках. Я делюсь личным опытом. Четки. Салом 118, 164 стих. Семикратный день прославляю тебя за суды правды твоей, не за то, что мне все дал, а за суды, за Майдан, за войну, за Гитлера, за Сталина, за все благодарю Богу. Прославляю, как он умно все Бог делает. И за репрессии, и за раскулачивания, за суды, суды. За цунами, за землетрясение, за все, за суды. А как молитва? Вот поставь себя. Главное, мы имеем общение с людьми через разговор, через глаза, через какой-то предмет, что-то там можем ему перекинуть через стену. Ну, я не беру там мобильный телефон, их никто не знал. А с Богом как? Молитва. Вот почему апостол Паев, посланник евреям, говорит, мы приступили. И дальше говорит, кому приступили? И перечисляет ангелов, небесные силы, Христа и духи праведников, достигшие совершенства. Мы приступаем как? Только в молитве. Я вот желаю что-то узнать. Как? Ну, я волю желаю Божию узнать. Начинаешь молиться, и Бог сразу, ну, если опыт есть, у нас вот после молитвы мы останавливаемся и прислушиваемся. Внутреннему голосу. У нас так, ровно за 7 минут в церкви обязаны все зайти, и кто опоздал, стоит уже в притворе. 7 минут полная тишина. Не шевелиться, не ходить, не священник в алтаре молится. Мы молимся, благодарную молитву про себя за неделю, чтобы у священника было истинное, как говорится, огненное служение. Благодарение принести за все Богу. И когда мы все так делаем, десятину платим, Бог говорит, проверьте меня, не открою ли вам житнесы неба? Как? Чтобы полнота была во всем. И надо что-то делать. Помолились. Ну и опыт должен быть. Чтобы узнать, что ты делаешь правильно, 4 вопроса поставь. Кто желает знать это, запишите, иначе забудете. Первый вопрос. Ты решил жениться. И ты решил уехать. Ты решил развестися. Что-то там у тебя такое. Вот первый вопрос ставь. Что об этом говорит Бог? А Бог говорит через Святое Слово, через Святую Библию. 77 книг. Синодальный перевод. Первый вопрос. Ты должен знать хорошо Священное Писание. Ты уже слышишь голос. Это его голос говорит. Там так и написано. Так говорит Господь. Бог Израилев. Так, хорошо. А как же знать? Написано. Да не отходит сия книга от уст твоих уст. Не от глаз. То есть, ты должен читать вслух другим, говорить. День и ночь Иисуса Новина 1.8. Дабы в точности исполнить. А 4.16.1. Тимофея говорит. Вникай в себя и в учения и занимайся с ним постоянно. И так поступай. Спасешь себя и слушаешь их тебя. Это значит по пути Божьему. Первый вопрос. Что говорит Бог через свое Святое Слово? Ты должен иметь друзей, которые знают Писание. Позвонить и сказать. По такому-то вопросу что говорит? Если не знаешь, позвони мне. Я читал Библию. Так, второй вопрос. Что этим вопросом я ищу? Временного или вечного? Земного или небесного? Это один и второй вопрос. Ну, тут ты-то можешь понять-то, что ты ищешь-то? Даже жениться надумал, допустим, тут четко ясно говорится, хорошо ему оставаться как я. Павел говорит, он не женатый был. Хорошо. Есть большая разница между женатым и не женатым. Женатый заботится, как угодить жене, а про себя молча скажи, а ей с роду не угодишь. А не женатый не то, что свободен, у меня детей нет, а ты поставь себе такое правило, не женатый, мысленно вообрази у тебя 10 детей, на меньшее не соглашайся, и ты должен их прокормить. Вот столько теперь пойдет на милостыню. Найди многодетных, кому помочь, ты должен гореть и не считать себя, что ты слишком много выиграл, у тебя много времени, дело для Бога. Второй вопрос решил? Ну, да, это, конечно, очень трудно. Ну, тогда третий вопрос решай. Что говорит об этом совесть? Очень так скользко. Бывают люди с сожженной совестью. Ну, ты записал третий? Совесть. А теперь, а какая у меня совесть? А, значит, начнем сначала. Сначала была совесть, а Слово Божие, Библия, пришла потом. Златоут говорит, Евангелие вторично, когда до Моисея это никто не писал, ни Адам, ни Ной, устно передавали. А когда совесть заглохла, тогда Бог видит, что нуждается в песенном законе. 3600 лет назад вот так было написано, ну, и все остальное понятно. 3600 лет назад. А до этого как? А теперь-то 7500 лет. Легко высчитать. Совесть первичная. Она должна тонко чувствовать. А что такое совесть? По-разному объясняют психологи. У меня есть своя наработка. Я отвечаю, совесть это тот участок души, не душа, а участок души, через который слышится голос Божий. Верующий, неверующий человек может слышать. Теперь я вижу этой фразы уже в интернете многие пользуются. Это участок души. А какой засаленный? Или туско, как закопченное стекло? Очисти его, чтобы голос Божий был слышен. Никогда никого не обманывай, в мыслях этого не допускай, живи для Бога. Во всем экономии, особенно в молитве. Везде надо быстро все делать, кроме чтения слова Божия и молитвы. Тут полный покой. Я пристал перед Богом, который дал мне это время. И последний, четвертый вопрос. Своим поступком не подам ли я соблазн кому-либо? Ты можешь задать другие вопросы, но ты все равно к ним подойдешь. Я их четко выразил. Это моя наработка. Я нигде его не считал. Только такое будет, когда ты живешь внимательно. Все нормально, но бывает, некоторые люди будут соблазняться. попытайся им разъяснить. Попытайся. У меня есть такое стихотворение, высчитал у грека златоуста. Вот как там было, что Авраам был. Вот он пошел. Тихотворение. Вот. И далее, как уходили, они как родственники там недовольны. Куда их черт понес? Здесь кладбище отцов, такие травы. Но он, говорит, никому не прислушивался, только к Богу. Авраам, это нам пример. Он не знал Бога, Бог открылся ему, как это непросто было все оставить. Вот эти вопросы, когда мы правильно решаем, да еще и посоветуйся с духовным лицом. Надо найти такого. Обязательно кто-то есть из священнослужителей, и чтобы можно было с ним побеседовать. Вот ответ. Еще вопрос, как бы, к этому вопросу. Вопрос был задан, именно, как вы учились быть водимым духом святым и слышать внутренний голос Божий на молитве. Часто мы, когда после молитвы поднимаем руки, благодарим Бога, просим соединить нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе, на земле. И далее вы говорите, говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Все замолкают, опускают головы. Лично, я не знаю, как у других, лично мне очень-очень редко какая-то мысль приходит, во-первых, молитва, она не конкретно какого-то вопроса касалась. Когда конкретно какой-то вопрос касается и молишься, да, Господь отвечает. А когда просто молитва идет, потом говори, слушает и слышит, я слушаю, но я не слышу, правильно это или не, ну, нужно над этим работать, нужно этому учиться, или это нормально. Я говорю Аминь, а я ничего не услышал. И таких молитв больше, чем когда я что-то слышу. Как Серафим Саровский говорит, когда меня Дух Божий покидал, я ошибался, надо научиться, это навык. А как? Ну, а как детей учат музыки, рассказывают ему искусство, показывают. Этому надо учиться, не искать своего. И тогда любое событие, которое или пишут там прочитал в газете, в журнале. И ты понимаешь, какая там большая работа была проделана в ненужном направлении. Вот сейчас готовится к переизбранию президента. А вот что это будет уже там четвертый срок, пятый там, и что будет, как будет. А он обещает, а ничего не выполняет, его ругают. Ты никогда в этом не участвуй, ты только молись, и молись за него, чтобы он имел страх Божий, чтобы издавали мудрые законы, в конце концов покончили с коррупцией, с воровством, бюджет разворовывается. И когда депутаты попадают, где и как люди живут, они в ужас приходят, в какой бедности живет русский человек. Невозможно, жить просто невозможно. Ну как-то умудряются где-то что-то в холоде, в голоде, но все равно живут как-то. Революции никто не думает делать. А ты на молитве это услышал. Ну и что? У тебя совесть мучает или нет? Я молился все годы о крушении коммунистического режима. Прямо на молитве говорил, Господи, эту империю зла разрушь. Господи, вмешайся в это дело, на них миллионы жертв, они вопиют к тебе. Я живой на земле еще, я тебе говорю, Господи, они поджертвенником, это жертвы. То есть своими креста Христова умершие, миллионы людей, кровь перехлестывается через края. И когда рухнул этот режим, люди говорят, ой-ой-ой, я тоже не одобряю, что он так, на счастье, распался-то. А именно режим бы рухнул-то, а не распаде страны. Ну а так Бог допустил, по-другому нельзя. И когда это случилось, я понимаю, Бог услышал мою молитву. А почему вашу? А куда же ты делаешь Егора Лихачева? Куда Яковлева денешь? Там Ельцина. Кто боролись-то? Натаня пускай решает, я решаю. У меня молитва была. И хлеб наш насущный дашь нам днесь. Человек неверующий матерится, с матерками эту лепешку жует, а она у него так не идет, как у меня. Я за нее благодарю и радуюсь. Я получил из рук моего спасителя. Я получил. Пыль до неба пошла от этого империи зла. Я поднимал людей на молитву, но никому не говорил о ком. Делаю печь, 35 рублей. У меня оклад сторожа был, 72 рубля. 35 в день. Я у бабушки деньги не беру, я говорю, порублю. Подавай около церкви и всех проси, чтобы Александр вернулся. У меня ходатайв было по моей просьбе, первое, второе, сотни, если не тысячи. А как ты молился? А так, я всех поднимал, и нищих, и всех. Он вернулся, потому что, да, потому что, потому что я молился за него. Ну уж слишком высоко о себе думайте. Я иначе не могу. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Услышу. Мы каждое утро читаем псалтырь. Каждое утро. Я только помещаюсь в карандаш в руке, раз заметил, такому, такому. Я как будто вместе с Давидом скрываюсь, бегу, враги со всех сторон. Вот это значит, я вошел туда, я с ним вместе страдаю. Все. За мной дойк, бешеный Саул. Они разведали, что им окрытая штаб-квартира из Барнаул. У меня такой, как гимн жизни своей написан. Ты услышал это? Да. Я дальше прошу на молитве поднятые руки. Господи, услыши молитву всех, кто молится о нас, на добро нам. И третий призыв с поднятыми руками прими нашу молитву Господи о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Вот сегодня только мне там наших знакомых отец Петр умирает, умирает. Они сожалевают сильно-то. Вот сколько сегодня я молился семь, допустим, раз в день, как всегда. И семь раз я на молитве неоднократно поминал имя, как говорится, перед Богом высказывал свою просьбу. А я его никогда не видел, этого Петра. Но мне попросили молиться, и я молюсь. А Бог слышит? Он обещал слышать. Обещал. Если ты с кем-то не примирился, положи жертву. У меня нет врагов. А они злословят. Но это они злословят. Мне ежедневно на моем ютубе приходится блокировать примерно 80 человек. Ежедневно. Столько зла идет. Матерками ужасными. Предложение из шести слов, три из них матерные, матерные, нецензурные. Ничего. Щелкнул его, нету. Дальше помолился за них, Господи, вразуми их. Это тролли, плуды, домары каких там есть. Меня это не касается. И тогда к молитве, к всепрощению, к смирению. Смирение заключается в том, что первый вопрос решает при беседе, стоит ли отвечать. Меня неоднократно упрекают. А почему вы не отвечаете? Я про себя отвечаю, что все сказано там. Если ты нашел нужное, то ты найдешь. У нас материалы настолько полные, что к ним никто ничего не может добавить. С учетом всей Библии отвечается. Святых отцов, а это 300 томов книг. Сюда надо заложить. Со всех канонов 719. И Жития святых 1173 биографии. Вот в этом ракурсе отвечать. А мало того, еще берешь знатных высказываний людей из мирового искусства и ответить по-другому можно, но только ниже. Выше этого нельзя взять. Это все 4 параметра. 4124 вопроса я отвечаю в институтах, в университетах за капитрой. Так высоко думать. Мне думать не надо, Бог обдумал. Я вообще не думаю. Зачем мне думать-то? Он сказал, я передал это тебе и все. Иди скажи им в уши, хабут они слушать не будут, ибо они жестоковыйные. Иди скажи им. И все. Я возвестил. Я могу сказать, что Бог слышит. Иначе бы меня не трогали, не арестовывали. Опыт приходит тогда, когда тебя не только хвалят, но и бьют, еще очень крепко бьют. И благодарение Богу врагов нету. Что мой путь угоден Богу, это потому, что меня по сегодняшний день начальство поздравляет с великими праздниками, Пасха и прочее, с КГБ, который куриру мое дело полковник, и тот все время звонил. Приехал у меня книги купил. Я спрашивал у баптиста было ли, даже не слышали такое, а как? Когда пути человеку угодны Господу на врагов, его примеряет с ним, примудрить Соломона. Примеряет. Слышит Бог? Я знаю, что слышит. А что ответить? Я думаю, хорошо, что не ответил. Вот сейчас мы только говорили. Дебунов Игорь сказал, а потом о, я не прав, простите, а я ребятам говорю, братьям, хорошо, что мы не встряли, а то пришлось сейчас покаяние приносить-то. Ну, улыбнулись друг другу и все. Не торопиться, не спешить со словами. Вот это опыт. Мои года, мое богатство. Все. То есть ответ на молитве мысль какая-то приходит, это приходит с опытом, то есть у вас тоже не сразу это было, Господь отвечает. Или надо научиться ждать, или это понятно, что вы молились, столько лет прошло, Господь ответил. А когда вы конкретно слушает и дослышит раб твой, потом вы прислушиваетесь к голосу Божьему, вам в этот момент мысль какая-то приходит, вот чего вы говорите аминь, да будет так. У вас же не сразу так получалось, как вы этому научились? То есть сначала вы нигде так никто не молился, не слушает, да слышит раб твой. Я не слышал, чтобы кто-то молитвы, которые говорим, соедини молитву всех святых, молящихся тебе на небе, на земле. Это молитвы, ну, Господь позволил дать мне, я их нигде не считал, просто сам составил. И вторая, третья, с поднятыми руками, это все мои молитвы-то, никто не знает про это. Почему? Они у меня из сердца вышли. Вот молимся ангелу-хранителю, ну, просто ангел, помилуй, ангел, помилуй, у меня к нему молитва. Добрый мой ангел, данный мне от Бога, благодарю тебя, как часто и много ты спасал меня от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, добрый мой хранитель, не покинь меня и доведи меня до желаемой пристани царствия. Не покинь меня в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела и видеть душу мою в обители Божия навечно. Я молюсь к святым с определенной, четкой пользой. Я молюсь всем пророкам, начиная, Илья, Елисея, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездранееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапоня, Захария, Малахия, Давид, Молите Бога о нас, да исполнит Господь нас духом пророческим, чтобы приход твой и наше отшествие не застало нас внезапными, но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Это молитва к пророкам. И такие молитвы нет, она у меня из сердца излилась. Вот где бы я ни посмотрел, у меня свои молитвы, тем я их ни одной не отрицаю там никаких, а вот такие молитвы, они прямо из сердца. Никто их опровергнуть не может. Она всеохватная. Если я молюсь мученикам, перечисляю их всех, кого знаю, там, Йоргий Победонос, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Иосиф, Борис Игреб, ну, впереди сколько. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. И добавляют, тут два отрока есть, Анфима и Вениамина. Исправь, Господи, а родители устраши за такое ложное воспитание. Что они с детьми сделали? Я бью и бью в одну точку. А родители, может, и не знают, а меня это не касается. И когда я увидел, что отроки начинают по-другому вести себя, я ликующий хожу перед Богом. услышал, услышал, я 37 лет молился о том, чтобы Бог дал мне помощников. 37 лет, это не два дня. Я знаю, с какого дня я начал молиться. И вот в этом году сразу Бог дал четырех. Еще день проходит, еще одного дал. Теперь пять. Вот как Господь делает. Раскубарить сайт. У меня там материалы. Там 50 книг ауди. Их надо разбить на файлы. Перевести в видео. Сейчас уже все сделано и выставляется. Два Сергея, два Андрея и один безымянный приходит. Он работает сейчас по роликам. Из роликов составляет новое по определенной тематике. Я сразу обращаюсь к Никите и Володе. Володя, а как сказать? Вот как назвать этот ролик? Как? Они молчат и... Ну, как назвать-то? И вдруг я... Мысль такая. Мне надо вот это посмотреть. Я смотрю подтверждение псалма. И Господь пускает стрелы свои в лицо им. О! Вот теперь я увидел, что... Я сразу... Теперь вот этим эпиграфом все эти ролики от того человека, кто из моих роликов делает новые. Бьет, как стрела летит вонзается. В лицо им. Он говорит, Я сколько работаю, и все на обращение к священникам. Я вот спрошу. Вы знаете людей там, кого-то? Спросите. Ну, возьмем последние, допустим, 45 лет. Скажите, кого вы слышали, чтобы ежегодно поздравлял всех архиереев Русской Православной Церкви Московского Патриархата? Всех! Я их умолял вернуться к апостольским временам, проповедовать и строить купели, правильно крестить. Должна быть полная катехизация. А они не слушали. А вот это меня не касается. Я снова напал. И вдруг один Евлоги откликнулся. Ну, второй. А сейчас купели строят и говорят, найдите Игнатия, скажите ему, у нас купель. Ко мне специально приходят люди и известия. Но это ни день, ни два. Десятки лет. Почему? Я видел, какая беда. Люди, не рожденные свыше. Они, Патриархи говорят, надо учить. Алексей второй говорит. Я говорю, сколько учить? Ну, минут 20. 20 минут. А чему ты можешь за 20 минут научить? Когда в толпе приходят. У нас, вот Сергей Павлович ходил, я тут никого не вижу, как будто бы на наши занятия. У нас 500 часов академических. 500 и 20 минут. 20 это в 3 раза меньше часа. 500 умножь на 3, полторы тысячи часов. По их осемеркам мерить-то. Полторы тысячи их занятий. Но явно, что это не на равных идет. И несмотря на это, люди обращенные, крещеные правильно, еще половина растеряются. Ничего нет. Господь учит, и все отпали. А не хотите ли вы уйти? И Павел говорит, меня все оставили. Там Лука, Тимофей остались только. Димас ушел в мир, возлюбил нынешний век. Они стерпели эту скорбь. Самая большая скорбь, когда дитё умирает. Евангелист Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод, что нет больше печали, как слышать, что дети мои пали, отступили, ушли из православной веры. Мне, которые люди близко знают, как вы это переносите? Только с помощью Божией. Это больше, чем родное дитя погибает. На небе бывает радость об одном кающемся. И на небе, естественно, бывает и когда падает, и печаль скорбит. Об этом говорит Серапим Чичагов, рассуждая о Яна Кронштадтском, который допустил соблазн общей исповеди. Не печалится ли его душа, видя, что из этого получилось? Все. Игнатий Тихонович, у вас в печатном тексте есть ваши молитвы личные, которыми вы молитесь? Да. Можно было бы их получить как-то в печатном виде? Не знаю. Это у нас... Ты вот зайди на наш форум и заряди поисковик молитвы, и там все есть. На форуме есть, на сайте там были. Конечно, там все есть. У нас форум такой, что я дерзновенно говорю, что подобного форума нет. Там же 1600 тем. Если, например, патриарх, Алексей тебя интересует, только зарядил, и ты там увидишь столько роликов, столько его выступлений. Ты заряди, но тебе хочется о Библии. Ты о Библии встретишь такое, такие рассуждения. Я своих почти не даю. Андрей Кураев-то говорит, Игнатий-то он ничего своего не добавляет. Просто пласты, забытые нами, он раскопал. О мощах, о канонизации. А ты, допустим, интересуешься Гитлером. Там все. И выступления его, и как он пришел к власти, и какие фильмы о нем. Это все в одной теме. 1600 тем. Вот так. Начинает говорить о масонстве. Я говорю, и как вы узнали? Да вот так. Я говорю, я 14 лет посвятил этой теме. 14 лет. Перемолотил всю дореволюционную советскую и зарубежную литературу. Я могу говорить об этом? Что это означает? И зайти с их стороны. Не просто они плохие, а с чего же они хотят. Я мог быть членом их ложи, определенно. И я добиваюсь того, чтобы понять, что заложено, что они желают только один миллиард оставить, а остальных погубить. Просто так. Я стараюсь в тайники пройти к ним туда. И когда я говорю об этом, еще ни одного возражения не было. Да как еще за масонов? Ну, ты слишком примитивно понимаешь. Я говорю, понять их. Понять. А что Царева там или вот Воробьевский, Юрий говорит, это поверхностная макушка. Вот так. Все. Можно? Давай, Анастасия. Не один раз уже сталкиваюсь с тем, что люди уходят из веры по такой одинаковой причине, что Бог, описанный в Библии, называемый Любовью и Благим, Он не может быть таковым, потому что, если хоть одна душа будет вечно мучаться, и Он это знал, то Он не может быть Любовью и Благим. И все говорят одну и ту же фразу, что как Господь может наказывать то, что человек не верит? Ну, не верит, отойди от Него, не скверняйся. Кто погубил первый мир водою? Имя Ему – Любовь. Кто сжег садом, гамору и пять окрестных городов? То же самый Бог. А то Бог, да как Он будет, из-за Бога решает. Бог сказал, и день, и ночь мучатся, и огонь их не угасает. Что тебе надо-то еще? Это богохульники подходят. Не слушай, заткни уши, отойди. Все. Можно? Давай, Галина. А у меня вот такие, значит, два вопроса. Может ли христианин что-либо ненавидеть? И второй вопрос. И может ли грех гордиться над собственным трудом? Не понял. Второй вопрос как? Ну, может ли грех гордиться над собственным трудом? Грех? Может ли грех гордиться над собственным трудом? Я вам гордиться. Грех? Грех гордиться. Грех – это отвлеченное понятие. Он гордится. Зачем я в одушевленном виде представляю? Вопрос неправильный. Ты помни. Мне такой, мне задали такой вопрос, ну, как бы написали христиане с нашего храма. Я вам задала. Вот как написали, я так вам задала. Ну, неправильно написали, а ты его передали. Сформируй его правильно-то. Сформулируй. И тогда будет ответ. Первый вопрос. Давай, повтори. Первый. Может ли христианин что-либо ненавидеть? Конечно. Это прямое указание Божие. Запиши, где ответ. Да, мне надо просто как бы... Просто сегодня они пришли на занятия, они задали вопрос, и я вам задаю. Не говори много. Много говоришь. Псалом 96, 10 стих. Найди, посчитай, заучи. Любящие Господа. Бог обращается к тем, кто любит. Ненавидьте зло. В одном стихе весь ответ. А второй, он неправильно составлен, решает, может ли... Как его, даже не знаю. Надо написать. Я поняла. Я потом сформулирую его, и на следующем занятии задам. Да, да, да. Ну, смысл-то мне понятен. Если человек, когда делает грех, то может ли он этим гордиться? Да, бывает так. Чем больше злодейства сделает, тем высшая награда ему присваивает ордена, медали, и он гордится этим. Я убил столько-то. И первый, кто положил начало этого, был ламех. Он приходит и перед женами своими говорит, Ада и цилы, жены мои, я убил мужа в язву мне. Епископ Виссарион говорит, в оригинале это написано в стихотворной форме. Это первая песня была. Пойдем мы, как один умрем, в борьбе за это, за власть советов. Марсельеза тогдашняя была. Я убил, но они мне рану нанесли язву, а я их убил все-таки, у мужа убил. То есть, он перед женами выхваляется. Вот и все. Может ли? Да, может быть. И Писание говорит, стыдятся ли они, делая грех? Нет, не стыдятся. Они похвалятся. Я вот то-то сделал, то-то, то-то. А мы, знаешь, как-то профессор Владимир Филимонович Марцинковский ехал в одном вагоне, видимо, в товарнике с матросами. И они говорили, а мы тут храмы как разрушали, пробили там, где в иконе Христа, прямо в рот, говорит, штыком, папиросу заложили. Кури, товарищ, пока мы не ушли на иконе. И другой говорит, а мы попов ставили, говорит, там напеть водой, поливали, пока он не сравнялся с этим-то. А я, говорит, только и сказал, говорит, а разве так Христос в Евангелии учит? Один матрос к нему обратился и говорит, Евангелие? Да не, что мы его читали. Мы только крышку целовали. Я вот понял все. Вот смотрите, была революция. В революцию исчаствовали кто? Православные. Ни одного баптиста там не было. А почему у них Слово Божие было? Ни одного адвентиста не было, пятьдесятника не было. Православные все. Сталин учился в семинарии. Каганович, моей-то, ну да, Михаян кончил семинарию. Там шли. Гитлер маленький был, пел в церковном хоре. Так что внешне, вот это, что называется, религиозность, нам Бог не оставлял. Он оставил нам жизнь свою. Как бы не хороши были мусульмане, а мы скажем, у нас есть Христос, который умер за нас. А они говорят, Иса, Иса это ваш, кто это, другой человек. Он не умирал, его взял на небо. Аллах, нет, мы говорим, наш Христос умер. И в этом есть смысл. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Они это не знают. То есть, обмани находятся два миллиарда людей. Они не знают, кровь Иисуса Христа защищают нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1,7. И тогда они этого не имеют, пожалей их, хороших людей. Все. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Так, еще вопрос из чата. Сколько раз можно исповедоваться и сколько раз можно причащаться в году? Наверное, волос на голове у вас меньше. Сколько раз я отвечал на этот вопрос. У русской, русско-православной церкви всегда было четыре раза в год. Четыре поста. Об этом пишут Николай Васильевич Гоголь, Достоевский, люди, которые не имели церковного звания. Всегда это так было. Иоанн Златоуст говорит, мы не одобряем ни счастья, ни редко. Иные причащаются один раз в два года. В два года. Один раз в год. А другие чаще каждое воскресенье. Главное, говорит, это готовность. Священники говорят, да никогда не будешь готов. Ну, большая разница. Когда человек в пост еще усиливает говение назад. Говение. То есть он совсем не пьет и не ест и воздерживается всего там от работы. Где-то чтобы не волноваться. Занимается Словом Божьим, жертвует милостыню. Разница большая, когда готовится. А сегодня люди без подготовки львовь приходят. И потому недостойно причащаются. Без эпидемии 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 от церковной наказания. Если женщина сделала аборт, на 10 лет отпущается за один аборт. Правило Василия Великого второе. Зато узборцовцы священники накладывают эпидемию, то гибнет он и кого он допускает. И потом многие больные немало умирают. В больнице, в морге, кладбище забитые попами. А они туда людей направляют, потому что причащают всех подряд. В этом вопросе более последовательно поступают старообрядцы Белокринитской иерархии и Новозыпковской, у которых есть священство. То есть они сохраняют то, как это было до Никоновской погибельной реформы. Все. Ну все, наверное, кончилось время. А исповедоваться можно как часто? Да, исповедоваться можно часто, если какая-то нужда. А нужда какая-то, что-то случилось. У нас батюшка уехал, я говорю, еще долго-то не было. А что случилось? Да на исповедь надо сходить-то, ну что у вас тут такое? Ну что-то было между собой, не ласково поговорили, там еще что-то было, исповедоваться. Грехи-то прощаются в исповеди, а не в причастии. В причастии сила получается, как донор дает кровь свою, жизнь. Не причащается человек мертвый. Если не будете пить крови сына человеческого, не будете иметь в себе жизни. А прощается именно в покаянии, кому простить и проститься. все перевернулось. Вот приходят, спрашивают, у меня сын запился, что делать? Батюшка, ну пускай придет причаститься. Безумие полное. Его в храм нельзя запускать, а он давай причащаться. Златоуз говорит, если бы ты, у тебя руки были в навозе, ну в дерьме, и ты прикоснулся к царской одежде, посмел бы или нет, а ты тело царя царей принимаешь в грязную душу. Вот и весь ответ. Попы-развратители, я называю, пираты захватили корабль. Далеко не о всех, конечно, но которые вот так, вроде какая-то панацея для избавления, идут собороваться, идут здоровые, крепкие. Зачем идете? Ну там же прямо написано, если кто болен, пусть призовет пресвятеров и помолится над ним. А вы давайте разбирать. Идти и призвать, это разница есть. А почему призвать? А он недвижимый, он парализованный лежит. Пусть призовет. Ты понял или нет? А ты пришел в сам храм. Второе. И помолятся над ним, над ним. Не с ним, а над ним. То есть он внизу лежит, а он священник, над ним склонился. Что? Толковать вообще ничего не надо-то. У вас ничего этого нету. Все извратили. Пусть помолятся над ним. Если согрешил проститься, я не священник. Отвечать придется за все. Вот и ответ. Еще, Сергей Павлович, время кончилось. Давай, Наталья, еще. А вот Наталья еще усатая. Давай. Микрофон, Наталья. У меня такой вопрос, каждый день с этим сталкивались. Здесь и мусульмане арабы, и христиане арабы. Ну, много очень знакомых христиане арабы. И те говорят Аллах, и эти говорят Аллах. Ну, и эти говорят мир тебе, и спаси тебя там Бог, Иисус Христос, и Аллах, и Отец, и это самое. И мусульмане точно так же говорят. Одни и те же фразы, у одних и те же вероисповеданий. И стоят и смотрят на меня, ну, что я им отвечу? Приходится отвечать по-арабски, конечно, так же, который христианам. А мусульманам, я стою и молчу, не знаю, что им сказать. Не надо отвечать. Да еще и муж тут рядом. Не надо отвечать. Аллах и Бог наши, Его, Ваях, это разные личности. Совершенно разные. И поэтому в Йемене правильно сделали, запретили христианам произносить имя Аллаха. Вот и все. Это разные совершенно личности. Ну, а здесь сирийская церковь, они считают Аллах, Аллах. То есть Аллах и Аллах, это как бы два разных. Я ответил. По названию схожа, а по действию различные. Их Бог разрешает то-то и то-то делать. Она же говорит, это погибельное. Совершенно разное. Даже близко не сходится. Ну, возьмите. Да, я знаю. Я это поняла, это изучала. Но я стою и молчу. Молчи. Молчи. Не просто молчи, молчи. Не смейся никогда. Серьезно. Молись и плащ о них. Много смеешься. Не надо это делать. Они не знают Бога. Они не знают спасения. Скорби от них. Скорби. И попроси слез. И тогда будет результат. Блаженны плащущие. И Павел говорит, со многими слезами, Павел говорит. Но это попутно сказал. Ну и все. Сергей там вот. Можно еще сказать? Да, можно. А вы знаете, я спрашивала у них об Евангелии. Вот читают они Евангелие или Псалтирии. Они эти книги даже не слышали о Псалтирии. Ну вот христиане, которые, сырьяне, Арамея, сирийцы, Евангелие. Они мне вообще говорят, Наташа, мы даже сами не можем их читать. Не то, что понимают, что там написано. То есть они вообще ничего не знают. Хорошо, хорошо это. Конечно, плохо. Я говорю, а почему у вас священник не говорит? А они, Наталья, с тобой встретились. И не случайно. А ты знаешь и считаешь. Вот теперь подари им это дивный дар, Слово Божие. Ну я им это перевожу и говорю. Они так смотрят на меня, и как будто это... Я что-то говорю, что-то с другого мира. Я еще раз говорю, не подхахатывай никогда. Это не хорошее качество. Ты серьезно и так и скажи. Бог будет судить по Евангелию. Евангелие от Иоанна 12,48. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Записало. И говорит, давайте запомним. Ты с благоговением вы мои руки покажи. Это Слово Божие, данное нам через святых Божьих мужей, движимых Духом Святым. Движимых. Мы должны сами быть движимые. Потому что вступили в ту сферу, где все Божье. Наша жизнь вся должна быть сплошной литургией. То есть общим делом. А не только в храме. Так, все? Все. Все, Сергей, давай, призывай. Ну, еще сейчас народу много, маленькое объявление. Если я кого-то исключаю из чата, и вы хотите быть в чате, пишите мне в личку, я заново подключу. По техническим причинам мне приходится отключать, потому что народу много, а программа не дает одновременно звонить больше, чем 24-м человеком. Всякий раз мне вот эти претензии предъявляют. Почему меня исключили? Почему меня исключили? Мне приходится до 24-х сбавлять всякий раз. Сергей Павлович, ты вот что скажи, сейчас объяви. Тут такие, я гляжу, мужи серьезные у нас, чтобы они, слыша это все, записывали, книги наши есть у них, они начали там образовывать свои по 24. Вот я знаю, Сергей Игнатов, вот тут, ну, по порядку, и Борис, вот гляжу тут, Иван, Вячеслав, Зоновый, тут Василий Лапкин, Фроликов, ну, кто-то, кого я так знаю, близко уже, вот, не смотрите, что мужчина или женщина, он ее может свидетельствовать и говорить, а уже я про Анастасию-то, Ребекку и не говорю, она больше нас знает. Евгений, Наталья вот, тоже усатая, давай, образуй там общество-то, ну, а сюда заходи хотя бы один раз в месяц, расскажешь, как дело идет. Надо начинать работать, а то сидят, молчат, на хлебнике. Вот сырьяне-арамей, они очень прислушиваются, то, что я им говорю, а вот сырьяне-арабы не очень, у них-то более католическому преклонено. Андрей Кураев назвал их, они говорят, религиозно-талантливы, я эту фразу подцепил, очень интересно, мусульмане, религиозно-талантливы. Игнать Тихонович, нужно иметь качество лидера, чтобы образовать, нужно в себе над собой работать сильно. Ну, конечно, я вижу, Валентина Сардисон поднимает руку, Сергей, разреши. Микрофон включи, Валентина. Валентина, микрофон включим, у тебя не слышишь. Всё, включила, да. Год назад мы здесь у себя, у меня в квартире, организовали вечернее апостольское богослужение. Почему? Потому что у нас батюшка его не проводит, только литургию. И мы по вашей книге, по вашим рекомендациям составили этот весь план, и мы с батюшкой, у батюшки утвердили, он нам разрешил, и мы проводили и подключили при этом чтение Священного Писания с толкованием вот Филакта Волгарского. И вот, значит, у нас шло, 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 это потихоньку. И вот год прошёл, и все рассеялись. Вот мы с Катей остались вдвоём. Одна причина, у второго, вторая, третьего, третья. И вот мы с ней вдвоём остались, собираемся вечером, читаем, поём вечернюю, утреннюю, и читаем, потом разбираем Писание. Вот такой результат. А где у вас... А человек, сколько было у вас? Нас было пять человек. Осталось двое? Осталось двое. И вот и всё. И нету ничего. Вот это трудное дело, конечно, людей собирать. Но надо, надо стараться, где-то свидетельствовать, заходить, что-то дарить, там, Евангелие. Хорошо знать язык, с кем беседуешь. Не бояться к себе запустить, если ты знаешь, что они самостоятельно в своей квартире живут, а не с улицы. Ну, тут надо просто просить у Бога мудрости. Ко мне приходили свидетель Еговый. Ну, несколько раз. И они пытались меня обратить. Я им много объясняла, вот по третьему тому, по откровению, по тысячелетию царства. Схему вашу рисовала. Он первый раз не взял, на второй раз он взял эту схемочку. Вот. А они же ничего не берут, свидетель Еговых. Ну, и потом уже мне как бы надоело, я им говорю, я говорю, если вы хотите меня обратить к себе, к своему, то, я говорю, бесполезно. А у меня, говорю, желание вас, говорю, обратить в православие. Все, не стало никого. Не стали ходить. Вот на этом все закончилось. Ян Затауз говорит, насколько труднее тому, кто проповедует, чем пастуху. Если заболела, нога овечка, он ее поймал, опрокинул, залил ей лекарством. А у человека главное сопротивление это его воля. Бог сотворил со свободой. А что вы на меня наседаете? Он, человек, гордится своей якобы свободой. В один день ее не будет. Бог положит на спину или отправит в плен или еще что-то. Поэтому свобода тогда, когда ты ей правильно пользуешься, она нужна. А когда ты куда попало тянешь, такого адра за хвост да в яму. Там кто-то поднимал руку еще. Все, наверное. Сергей, давай молиться. Отпускай пасту свою. Ну еще тут последний вопрос задавайте, Игнатий Тихонович. Пастали вот это. Нет, я хотела попросить, Игнатий Тихонович, помолите за меня, потому что я здесь пойду в сирийскую церковь, она недалеко от дома. У нас русская церковь перейдет, она у нас пришла и далеко от меня. Я сейчас не могу туда ездить. И у них идет занятие на арабском языке, на немецком, по Библии. Ну, я хочу пойти туда, потянуть свой язык арабский. И, ну, может, это получится. Может, книги вот тетя Валя привезет, может, ну, буду переводить, и, ну, что-то может у нас получиться. Работай. Они люди так, они добродуя как, они располагают к себе людей, слушают не так, как русские. Крепко держись, Никео-цареградского символа веры. Ни на шаг, ни на одно слово, никуда в сторону. Это хорошее дело, ты там ходишь, молиться будешь, Бог тебе даст с каждым разом, все больше и больше с каждым разом понимать их и более доступно им объяснять. А там сама старайся узнать, может быть, кто-то хорошо знает и немецкий язык, и арабский, еще что-то, и чтобы помогли перевести, переписать, помочь, чтобы на их языке можно было хотя бы несколько листиков распространить из Евангелия от Иоанна. Да и поискать, может быть, где-то перевод есть готовый. Да, молодежь, она все знает два-три языка и арабский, и арабский, и немецкий, они даже переводят. Помолитесь там, хорошо? Я хорошо молюсь. Вот я хотел сказать, подойди сюда кто-нибудь. Уберите, сейчас я зайду, быстренько открою. Возьми, Никита. Нет, зайти надо туда считать. Сейчас я поисковик дам, у нас такое событие, вам понравится. Никуда не отходите. Сейчас мне надо это убрать. где тут есть? Одним. Так, и носку. Завожу слово экскаватор. Ну, это не мешает. Как его убрать? Так. Получилось? Нет? С пропустили. С пропустили. С? Да. Вот здесь вот, да? Нет, нет, нет. Или где? Неправильно? Неправильно? Так. Нет? Ну, похоже, да. Нажимается. Нету. Вот она. Вон, копался. Послушай. Копал экскаватор глубоко траншею и вытащил древний сундук. Случайный прохожий вытягивал шею. Потрогать тянулось множество рук. Какой-нибудь клад сообщить надо будет. И где-то в отделе хрипел телефон. Толпа возрастала, давила всей грудью и липла, как в очередь, на стадион. Стоял инвалид с любопытством мальчишки. Вопросы блуждали по лицам. Нашедший поддел, монтировка и крышку не стал дожидаться милиции. И слевшие тряпки, газетное клочья, а дальше сокровище книг. И кто был до мудрости книжной охочей, к источнику знания привык, приник. От Марка, Матфея, Луки и Анна читают на желтых страницах. И новый, неуличный кадр на экране, и целая гамма на лицах. Нашелся знаток из царических данных и Библии книгу назвал. Сундук разобрали тот час по карманам, а ящик спихнули в отвал. Кто знает про то, как он здесь оказался, и жив ли хозяин его. Но каждый, кто к книгам теперь прикасался, молился в душе за него. Библейские строки писались веками, и авторов крови укропились. За тридцать столетия разрушились камни, а с Библией Божья милость. Тираж ее общий всегда возрастал и в апогее эпохи, а были моменты, едва кто листал в огне уцелевшие крохи. По тюрьмам и каторгам эти листочки чудом чудес проникали, изорваны, смяты, слезами подмочены, ночами их переписали. Кто к этим страничкам душой прикасался, те встречи с Иисусом имели, у многих знамением сложились пальцы, те троицы гимны воспели. Тюрьма, октябрь 1980 год, Барнаул. Вот в тюрьме Бог мне дал такое написать. Поэтому где-то кто-то как-то найдется. У меня одно время на тринадцати языках были Евангелия, на мордовском, чувашском, татарском. Прямо незнакомые люди приносят. Я уж не говорю, что на латышском, английском, немецком. Бог дает это. Я молюсь об этом. Ты просто приготовься, что кто-то где-то разговор зайдет, сама спрашивай, а нельзя ли достать такое Евангелие? А потом его на ксероксе пропусти, хотя бы по листику, молитва слов. Ну, то есть, я не знаю, какая у вас там обстановка-то, но найти, может быть, я искал. Я лично, лично искал. И меня Бог поймал на том, что я люблю. Ну, каждый думает, а что же он любил? Мне 23 года, а я бабушек любил. Бабушек по 70 лет им. Они всегда нуждаются, и я всегда там нужен. И столько сошел с корабля. Корабль-то на рейде стоит, а я сошел на берег и купил билет в кино идти. Бабушка идет с сумками. Бабушка, разреши поднести? Я ее несу и спрашиваю попутно, а у вас есть, где люди молятся? Она говорит, а вот идем, тут какие-то собираются, а это баптисты были. Я зашел, а у них на латышском. А латыш подошел и говорит, а кто вы будете? Я говорю, да на корабле тут. Ну, вы понимаете? Я говорю, я ничего не понимаю. Как не понимаете? Вы же по-латышски отвечаете. Я говорю, я эти слова не знаю даже. А он говорит, а вот в дверь зайдите, там русское собрание. Я зашел и по-русски не понимаю. Блаженны, нищие, духом. Я этих слов не знаю. Я перевожу большие академические труды по политике. Офицеры меня просили в армии еще переводить там с разных языков. А это, это незнакомо. И Бог на это меня поймал на бабушках. Не любил бы бабушек и ничем не получилось. У каждого свой где-то червячок или крючок есть. На чем тебя Бог поймает. А я жил, там кусочку хлеба-то нету. Все равно накоплю и напротив окна сидела бабушка у нас какая-то. Ее соседи выгоняли или еще. Я все равно постараюсь ей что-то купить. И на этом меня Бог поймал. Понимаете, надо заметить, что в человеке, к чему тяга есть. Кто скажет, да какая это тяга, ты бы другой там художником был или певцом, а то бабушек. Смешно слышать. Ну, тебе смешно, а мне радостно. Ну, все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Где Сергей-то? Еще он на молитву не зовет. Помолимся. Зови слава. Достойно истеково 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 Блажите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстынья Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя, величая. Знаете, Пусть. Милосердный Создатель наш, Ты сотворил каждого из нас и назначил ему пройти жизненный путь, чтобы душа его была спасена. Слава Тебе за голговскую жертву Сына Твоего Иисуса Христа, за пролитую Его святую кровь, за призыв Духа Святого, на который наши души откликнулись, и Ты долго терпел мои грехи. Ты, милостливый Создатель, не прервал моей жизни, когда я был совершенно не готов встречи с Тобою. Хвала Тебе и слава. Что мы слышали? Помоги нам воплотить жизни своей, прославляя Тебя за все. Хвала Тебе и честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все? Все, расстаемся. Аминь.